алё добрый вечер привет добрый день володи нет только почему-то володи нет да я соедини сейчас попробую ему набрать да да валу дезвонился сейчас подключится так готовим шестую главу готовим олег выведешь его на экран всем привет привет володь ну чё начинаем глава 6 до времени не было на домашнее задание там не делал это дерево терминов ты бы тоже подсоединялся володя какая-то коррекция уже была ну давайте начнем глава 6 отделение одна из один из важных инструментов логики задача деления вот процесс определения отличается процесс деления различие между ними заключается в том что определение раскрывает содержание понятия отделение раскрывает его объем задача деления заключается в том чтобы указать все виды совокупность которых составляет объем данного понятия так например понятие треугольник мы могли и делить следующим образом треугольник а прямоугольный b острогольный c топугольный d у нас было понятие треугольник а и мы причислили все частные понятия b c и d входящего объем этого более общего понятия которые относятся к ним как род к своим видам то понятие объем которого мы раскрываем деление называется делимым а те виды которые получаются деление называются членами деления основание деления когда мы производим деление рода на виды то мы обращаем внимание на те признаки которым обладают одни виды и не обладают другие тот признак который дает нам возможность разделить род на виды называется основанием деления основанием выше приведенного деления понятие треугольник была величина углов в треугольнике можно то же самое понятие делить по какому другому основанию например положить в основании деления отношение сторон треугольника по величине тогда деление представится в следующем виде треугольник а делится на равносторонний b равнобедренный c разносторонний d процесс несколько усложняется если получается отделение виды в свою очередь делить на подвиды этот процесс называется подразделением так например вид понятия треугольник именно тупоугольный треугольник или какой-нибудь другой можно в свою очередь подразделять на подвиды равнобедренно и разносторонний разумеется деление подразделение будут относиться к одному понятию дихотомия в процессе деления иногда употребляется прием который называется дихотомией и который заключается в делении данного понятия на а и на противоречие понятия б и не б берем какое-нибудь понятие которое нам надо разделить например понятие человек выделяем в одну группу какой-нибудь из видов заключающихся в этом понятии например вид славянин а в другую группу не славянин относимся прочие виды затем с этим вторым отрицательным понятием поступаем точно таким же образом подразделяем понятие не славянин на две группы в одну из них относим например под вид германец а в другую все прочие остающиеся под виды соединяя их в одно понятие не германец затем с этим понятием мы поступаем точно так же, как и с предыдущим. Продолжаем наше деление до тех пор, пока оно не окажется исчерпанным. Человек славянин, не славянин, германец, не германец. Этот прием имеет тот недостаток, что оставляет каждый раз крайне неопределенную часть объема делимого понятия. Именно ту часть, которая обозначается частицей «не». Но, с другой стороны, значительно обличает сам процесс деления. Потому что придает ему исчерпывающий характер. Почему его иногда называют исчерпывающим делением? Что оно имеет исчерпывающий характер, можно объяснить при помощи следующего примера. Если мы разделим всех обитателей Европы и Азии на расы, белую и желтую, то может оказаться, что некоторые племена не подойдут ни под одну из этих рас. И мы не будем в состоянии поместить их в наше деление. Но этого не будет в том случае, если мы будем делить дихотомические. Обитатели земного шара – белые, небелые, желтые в небелых и нежелтые. Ну и далее. При таком делении всякое новое племя должно будет войти в последнюю группу, которая не будет ни белой, ни желтой. В этом заключается преимущество дихотомического деления. От себя добавлю, что дихотомия – это самый примитивный способ деления, с помощью которого можно разделить все, что угодно. Правила деления. Деление должно подчиняться следующим правилам. Деление должно быть адекватно и соразмерно. Это значит, что если мы перечисляем по какому-нибудь основанию или принципу виды данного родового понятия, то мы должны точно перечислить все виды, не уменьшая и не увеличивая их количество. То есть сумма видов должна равняться делимому роду. Если при делении мы не перечисляем всех видов, то есть если эта сумма будет меньше, у нас получится деление неполное. Если же мы в объем делимого понятия, введем виды, которые в нем на самом деле не содержатся, то у нас получится деление слишком обширное. То есть указанная сумма будет больше. От себя пример. Это вот пространственный временной континиум как раз был поделен именно с такой ошибкой. Оно слишком обширное. Время не является измерением пространства. Например, положив в основании деления понятие треугольник, величины в углу, мы могли бы получить такое деление. Треугольник. А струугольный, то поугольный. Ясно, что это деление неполное, ибо здесь не хватает одного члена деления. Потому что в объеме понятия треугольника находится еще один вид, который при делении нами пропущен. Именно прямоугольный треугольник. Неполным было бы деление людей на порочных и добродетельных. Деление научных теорий на истинные и ложные. Потому что в этих делениях упускаются промежуточные ступени. Кроме людей порочных и добродетельных, есть люди, которых нельзя сказать, что они порочные. Но нельзя также сказать, что они добродетельные. Кроме истинных и ложных теорий, существуют еще теории частью истины и частью ложной. Обратная ошибка будет получаться в том случае, если мы, деля какое-либо понятие, вводим в его объем такой вид, который не входит в действительности в его объем. Если бы мы, например, разделили понятие дерево на дуб, ель, фиалка, то очевидно, что вид фиалка относится к объему совсем другого понятия. Что при делении понятия дерево он попал в число членов его неправильно. Члены деления должны исключать друг друга. Это требование станет ясным, если мы возьмем, для примера, следующее деление. Книги. Французские, немецкие, словари и т.д. Это деление неправильное, ибо понятие, например, французские книги и понятие словари не исключают друг друга. Книга может быть французской и словарем в одно и то же время. Или возьмем, например, также другое деление, понятие книги. Книги полезные, понятные, интересные, т.д. Здесь один вид книги не исключает своего объема других видов. Полезная книга может быть в одно и то же время и понятные, и интересные. Ошибки как в первом, так и во втором из проведенных примеров деления произошли, потому что не было выдержано третье требование правильного деления. А именно, деление должно быть одно основание. При делении понятия чаще всего повторяется ошибка, заключающаяся в том, что в процессе деления меняется основание деления. Произведем деление народов Европы. Народы Европы. Магометане, христиане, французы, немцы и т.д. Это деление неправильно, ибо мы, взяв сначала основание деления понятия религия, затем меняем это основание на другое. Именно понятие национальность. Или другой пример. Прямолинейные фигуры. Треугольники, параллелограммы, прямоугольники, многоугольники. Это деление также неправильно, так как у нас здесь скрещиваются такие различные основания деления, как число сторон, направление сторон, величина углов. Такое деление называется перекрестным. Итак, третий условие правильности деления заключается в том, чтобы при последовательном перечислении видов делимого понятия было выдержано одно основание деления. Но следует знать, что одно основание деления должно быть выдержано только при первом делении понятия. Уже при вторичном делении, то есть при подразделении основания, деление должно измениться. Так, например, если мы разделили понятие треугольник, взяв основание деления и величину углов, на такие как остроугольные, прямоугольные, тупоугольные, то, желая далее продолжать деление какого-нибудь из этих членов деления, мы уже должны основание деления изменить. Так, понятие остроугольный и треугольник мы можем делить еще далее, если возьмем основание деления уже, а не величину углов, а отношение сторон по величине. Треугольник. Тупоугольные, прямоугольные, остроугольные, равносторонние, равнобедренные, разносторонние. Деление должно быть непрерывным. То есть при делении какое-нибудь понятие нужно переходить к ближайшему, низшему роду. В противном случае будет получаться то, что называется скачком в делении. Если мы бы понятие природы разделили на животные, растения и минералы, то в этом делении был бы слишком внезапный переход понятия природы к понятиям минералы, животные. Чтобы исправить ошибку, следует ставить между понятиями природы, если членами выше приведено деление, еще два последующих звена. Именно понятие мир неорганические и мир органические. Тогда деление приняло бы следующий вид. Природа. Мир огранический. Животные растения. Мир неорганический. Минералы и прочее. Ну все. Короткая глава. По-моему, тут настолько все ясно, понятно, прозрачно. Но почему-то в современной науке все делается наоборот. Совершенно игнорируют правила логического деления. И таких ошибок можно найти очень много. В современной физике, например. Помните, как виды энергии делятся через пень-колоду? Вот как один из примеров. Ну что скажете? Олег. Олег отключился. Алло, алло. Я здесь просто это самое. А вот, все вижу. Микрофон был выключен, прошу прощения. Я говорю уже минуту. Повторюсь. Впервые, наверное, за те главы, что мы прочитали, здесь примеры приведены, с которыми я, по крайней мере, может, коллеги выскажут свое мнение, но с которыми я не имею желания спорить. То есть они достаточно понятные, эти примеры. Если раньше мы постоянно спотыкались, ну, может быть, материал был более сложный, то сейчас примеры, в общем, не вызывают вопросов и, в общем, довольно хорошо поясняют суть того, что автор хотел сказать. Вот так я предлагаю по, наверное, если кто-то еще хочет высказаться, если нет, то по вопросам пробежаться. Володь, это вообще по твоей теме. Ты вот с логическим делением не дружишь. А ты чего так заключал? Ну, я же вижу, какие ты определения даешь. Ты задал вопрос на одновременно. Мы же еще не обсуждали. У нас, в принципе, смотрите, вот глоссарии, мы там несколько видов их составляли, у каждого автора получился свой. В принципе, единственное, да, кстати, вот забыл, в самом начале пришла эта мысль, что на самом деле деление, да, это просто наполнение содержанием понятия. То есть выявление всех видов, входящих в рот. То есть вот здесь нет ни разу отсылки к этому, но практически, я, по-моему, где-то видел слово вид. Деление, вот полученное отделение вида, в свою очередь, на подвиды, вот, да. Но в целом, вот это основное, да, то есть отношение к родам и к видам. То есть когда мы определили род, и мы должны перечислить все виды, и они должны составлять полное содержание этого рода. То есть мы должны это разделить на вот исчерпывающее количество понятий, при этом которые между собой не перекрещиваются. И основание для деления должно быть понятным, да, оно не должно меняться между этими видами. Я не очень понял, в рамках одного рода, может ли быть, там же, если помните, в предыдущих главах, там виды еще имели другие типы отношений друг относительно друга, там скрещивающиеся виды, противоположные, там... Олег, это сравнение, это сравнение было, как они соотносятся друг с другом, но это не имеет отношения к подразделению видов вроде, отличить, отличение их по признакам, это, ну, в смысле, к определению это не имеет отношения. Ну, у меня вопрос был, вот как кто понял, то есть, если мы берем только одно основание за деление, можно ли в рамках одного рода перечислить виды, разделить одновременно по разным основаниям, или мы можем все виды относительно одного рода перечислять только по одному основанию, ну, оно, собственно, и будет определять отношение вида к этому роду. А если мы хотим другое основание, это будет просто другой род уже. Нет, вот не совсем так, смотри, основание может быть, состоять не из одного признака, по сути, у нас есть слово такое в русском языке, критерии, вот в критерии может входить несколько признаков, ну, мало ли, что ты хочешь разделить, для этого может и ввести несколько признаков, и именно по комплекту этих признаков отделять. Вот, но это, конечно, не совсем правильно. Вот тут в учебнике написано, как делать пирамиды. Вот сначала делишь по одному основанию, потом наделил эти виды, выделяешь каждый вид и начинаешь их опять делить. Вот здесь как раз об этом написано. Ну да, но просто если признаков несколько, то могут быть сложности с тем, чтобы выполнить все правила деления, потому что плюс один признак, это усложнение сразу на порядок, потому что они не должны пересекаться, и тогда они не должны пересекаться по всем признакам одновременно. Да, да, конечно, все правильно. Ну, то есть здесь вот как бы вроде бы все в целом понятно, это такая глава, которая, мне кажется, меньше всего у нас вызовет дискуссии. С другой стороны, ну, правильное было замечание, что в жизни оно применяется, ну, и в том числе и умышленно, да, и неумышленно тоже, для того, чтобы строить неверные пирамиды в каких-то областях и науки, и, в общем, в целом естество знания. Ну, хорошо. То есть теперь можно пытаться, вот, используя эти правила, вот эту демагогию, да, как у нас там было в переписке, тоже пытаться исключать. Да, я вот попытаюсь найти эту статью, как раз писал на эту тему по поводу неправильного деления. Ссылку бы сейчас бы найти. Это я в эфиродинамике Цюховского писал. Не, что-то не ищется. Не могу найти. Ну, ладно, Володь, а есть что добавить? Примеры какие-нибудь? Ну, что тут добавлять? Мне кажется, все понятно, на самом деле. Вообще, я бы так сказал от себя, что вот чисто абстрактно обсуждать вот какие-то вопросы по этой главе, может быть, даже и не очень понятно, без приведения четких примеров. Поэтому вот мне кажется, что в каждом конкретном случае просто нужно очень внимательно относиться, когда вот задача становится, там что-то делить и внимательно смотреть. Вот, а так вот в общем виде, в общими словами эти правила обсуждать как-то не очень доходчиво получается. Ну, тут пример-то, да, в тесте пример-то нормальный. Давайте найдем примеры неправильные. Вот их в физике, их просто очень много. Ну, например, приведи. Ну, например, подразделение видов энергии. Вот найдите сейчас в интернете, какие виды энергии бывают. И вы увидите, что там основания совершенно разные. Балды. Ну, тут, наверное, основная проблема в том, что надо сначала сформулировать определение термину энергии, чего, мне кажется, особенно никто и не понимает. Энергия – это характеристика изменения процесса. Непонятно. Да что тут непонятно? Чтобы изменить процесс, надо приложить энергию, ускорить. Если ты ускоряешь, то затрачиваешь. Если замедляешь, то получаешь. Что тут непонятного? Ну, непонятно из этого определения, что есть энергия. Вот это и есть энергия. Ну, что ты прикладываешь и что ты получаешь, да. Это усилие, да, наверное, степень усилий, которую нужно приложить для выведения того или иного объекта из состояния баланса. Ну, и какого-то процесса, ну, неважно, есть какой-то процесс, ты вывозишь его из равновесия или, ну, как равновесие, даже неправильно, ускоряешь его или замедляешь? Короче, тут хохма получается в том, кстати, это хохма, ну, как бы распространяется на очень многие отрасли. Хохма в том, что от того, какое мы в данном случае дадим определение понятию энергии, а их, в принципе, можно несколько дать, так вот от того, какое мы дадим определение понятию, от того и будет зависеть результат от дальнейших действий. И получается, что в случае одного определения будет один результат, а в случае другого определения другой результат. Ты понимаешь, что оно не может быть любым Если действовать правильно Оно будет только одно правильное Дело в том, что То определение, которое ты сформулировал Оно Как бы это правильнее сказать Оно похоже Слишком примитивно Оно не отражает Глубины, что ли Самого понятия Это очень серьезный вопрос Понимаешь Я вот это хотел сказать Само определение термина энергии Это очень серьезный вопрос Который надо рассматривать отдельно Отдельно от чего? Может быть даже Отдельно от Дисциплины логика А это вообще в курсе физики Надо рассматривать Может быть пойти от обратного Взять уже известное определение С курса физики И проверить их на соответствие Логике И тогда это будет более предметно Физики Физики Энергии Определение Дано Через вещество Ну там Много определений В разных учебниках Надо просто посмотреть Что-то более конкретное Да примерно Одно и то же А на самом деле Энергия Это характеристика Всего лишь характеристика Сравнительная характеристика Вот диаграмму Которую делал По Пирамиде Терминов К сожалению Не все еще видели Потому что она не закончена Я там так Разбил эту пирамиду Что Два вида энергии Разветвились От Два вида материи Разветвились от материи А все остальные Проявления Происходят При их взаимодействии В том числе В первую очередь Сила А потом уже энергия То есть Это не является Следствием Какого-то одного вида Материя А является следствием Взаимодействия Взаимодействие Это всегда процесс Один из Одна из характеристик Этого процесса Это Его изменения Вот изменение процесса Это и есть энергия И это Оспорить невозможно Как бы ты ни захотел Володь Вадим А Официально Наука-то Полностью построена На этой формуле Энергия равно Масса Скорость Ну вот видишь Ну вот ты представляешь Да Что Дали определение Опять через вещество Через массу вещества Это означает Что взяли Ограничили тебя Не Ну мы не можем Абстрагироваться От времени Или от чего-то еще А не надо Абстрагироваться Зачем абстрагироваться Все нормально Так она у нас есть Если энергия здесь есть В пространстве Она Если не будет энергии Значит не будет пространства Ну Какая-то Взаимосвязь Наоборот Все Сначала пространство Как вместилище Но не может это быть Просто характеристикой Эта часть Нет Энергия Это именно Характеристика Взаимодействия Видов Материи Пространство Это только вместилище Для материи Материя находится В процессе В каком-то Взаимодействия И вот Изменение Этого процесса И есть энергия Это характеристика Она не существует Без материи Энергия Ну вот правильно Формулу Эйнштейна Мы возьмем Энергия Равно МС квадрат Да Причем там Энергия Выражается Через массу Не Не Ну как же Вот так вот Нет Только теоретически Для каких-то тоже Странных Фантастических Выводов Нигде Она не используется Теоретически Это применяется Практически Это применяется В астрономии С чем связано Потому что У нас Процессов Где бы Были скорости Близкие К скорости света Ну на земле Да Таких процессов Мало Ну которые бы мы Использовали В жизни Имеется ввиду То есть У нас Хватает Ньютоновской Механики Потому что У нас скорость Значительно Ниже Чем Скорость света Единственное Наверное Где сейчас Это актуально На земле Это вот Передача информации Там по кабелям Оптоволоконам А так В основном Мы Этим не пользуемся А вот Астрономы Чтобы понять Удаленность Галактик Размеры Звезд И так далее То есть На расстояниях В которых Скорость света Имеет значение Вот там Это применяется Нет Это Не имеет Никаких Практических Результатов Это чисто Теоретизирование С фантастическими Результатами Вот эти наблюдения Астрономические Ну Никак Не влияет На создание Новых устройств На Этом принципе Говорю Там можно Вообще Любую Формулу Вставить Там это С Можешь еще И массу Возвести В какую-нибудь Степень Это тоже Никак Не повлияет На какие-то Практические Результаты Ну Олег Ты можешь Посмотреть Ни в одном Вычислении Серьезном Инженерном Эта формула Не используется Она Факт Факт замедления Массы Используется Сегодня Как еще раз Факт Влияния Массы На Время Нет такого Утвержденного Эйнштейном Связь между Массой И Временем Используется В Навигационных Системах Сегодня Ну Это тоже Неправда Ну Как же Ну Вот так Изучи Этот вопрос Например Разные Атомы Используемые Для Точного Отчета Времени Они По-разному Ведут себя И Нет Какой-то Определенной Зависимости От Массы От Времени От Скорости Вот Вообще Нет Зависит Исключительно Только От того Как Этот Атом Вывод Из Равновесия И Насколько Он Стабилен Для Вывода Из Равновесия И Исключительно Только Это Влияет Все Остальное Это Балды Путаница Она Из-за чего Возникает Да То Что Благодаря Теории Относительности Общей Теории Относительности Понятие Время Фактически Заменено На Понятие Скорость Света И Когда Скорость Со Состояния Электромагнитной Волны Да Она Падает По Какой-то Причине Но В данном Случай Возле Крупных Объектов Массивных То Это Называют Замедлением Времени И Даже У Черных Дырн Придумали Такое Красивое Слово Горизонт Событий Да Опять-таки Эта Связь Между Процессом И Временем За Которое Происходит Этот Процесс Введено В Понятие Равенство Да Согласен Есть путаница Это Специально Сделали Подмену Все Ты Правильно Нащупал Замедление Распространения Если Есть Какой-то Таймер И Ты От Него Отсчитываешь Это Не Значит Что Таймер Стал Ну Время По Таймер По Другому Работает Или В данном Случа Таймер У Нормальный Да А Там Замедлилась Ну Скорость Света Изменилась Хотя Это Тоже Неправильно Распространение Вот В Современной Науке Не Разделяют Понятие Скорость Воздействия И скорость Изменения Воздействия Это Не одно И то же Так вот В поле Воздействие Передается Моментально Это Сразу Вся Вселенная Об этом Узнает Но Скорость Изменения Его Она Конечно же Не Моментальная Вот Мы Стоим С тобой На расстоянии Там 100 метров Я тебя Машу Рукой Ты Видишь Что Я Машу Рукой Так Вот Ты Видишь Это Абсолютно Тоже Самый Момент Когда Я Ее Двигаю Руку Но Скорость Положения Руки Она Не Моментальна Вот Понятно Да О чем Говорю Так Это Вадим Кто Владимир Говорил Это Правда Просто Отдельная Тема Ну Отличие От логики Потому Что Если Ты Как Говоришь Разные Атомы Измерения Потом Границы Государства Разные У У всех Свои Талоны Ну Как В СССР Там Был Гост Но Все равно Есть Одно Основание Мы Идем От Одного Основания Ну Материального Материя От Материального Основания Мы Уже Как Б Можем Получать Энергию Так Ну Хорошо То 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 Можем Ну Здесь В мире В нашем Мы Можем От Материального Основания Получать Энергию А Сама По себе Энергия Так Мы Не Можем Увидеть Без Энергии Ой Без Энергию Не Можем Увидеть Без Массы Ну Не Без Массы А Без Материи Нет Материи Нет Энергии Масса Материя Свойства Масса Это свойства Материи Ну Масса Вообще Слабоумный Термин Лучше о нем Пока не говорить Потом Чуть попозже Еще пару глав Пройдем Расскажу про массу Я же там написал Статью про массу Что Термин Неправильный Он Неправильно Сформулирован Неправильное Определение Дано Масса Это количественная Единица Хорошо Количество Единицы Чего Материи Ну В чем Она выражается В количестве Ну В количестве Чего Что Ты там Отчитываешь Какая Единица У нее Объем У нас Согласно Там Тамарной Теории Да И квантовой Потом Механики То есть Состоит Из неких Элементарных Частиц Энергии Да То есть Ну Согласно То есть Грубо говоря Количество Это частиц Суммарных Которые Можно ограничить В пространстве То есть Ты видишь Где проходит Граница Между Скажем Камнем Да И воздухом В котором Он там Находится Да То есть Ты можешь Видеть Эту границу Вот Количество Фактически Элементарных Частичек Энергии Внутри Этого Камня Это Сколько Он может Накопить Этой Энергии Вот Это И есть Масса То есть Масса Вот И Поэтому И определяется Равенство Между Энергией И Массой Потому что Масса Это Фактически Накапливаемая Энергия Олег Ты в чем Меришь Массу В килограммах Ага А Килограмм Ну Ты Чем Меришь Весы Да Динамометр Ну Нет Весами Не получится Потому что В разных Местах Один Тот же Объект Весит По-разному Ага Вот Видишь Вот Видишь Да Вот Ты уже Ответил На Тут Следующий Вопрос Который Тебе Хотел Задать Я Знал Если Мы Мерим Весами А то есть Мы Мерим По силу По сути Мы Мерим Мерим Силу Тяжести Динамометром И Считаем Что это Масса А на самом деле Мы Мерим Силу А теперь Возникает Вопрос Откуда Эта сила Возникла С какой Радости Динамометр Отклоняется Ну Можно Еще Измерить Массу С помощью Инерции Да Правильно Да Есть Такой Вариант Ну Например Поставить Динамометр Прикрепить К центру Вращения А Измеряемое Тело Подключить К другому Концу Динамометра И раскрутить Да Зная Количество Оборотов Зная Отклонение Динамометра Можно Посчитать Какая Сила Да И Все остальные Параметры Но опять Такие Это будет Сила Так вот Это Что за Сила Откуда Она Возникает А этого Пока Ни Не Можете Объяснить Мы Можем Говорить О разных Видах Этой Самой Силы Но Что Это Физически Не Ответит Никто Ну Почему Мы Это Ответили Просто Попозже Об этом Расскажем Но В любом Суще Говорить О массе Но Можно Только Опять же Чтобы Измерить Мы Применяем Энергия Ну Причем Энергия Смотрите Здесь Погрешность Измерения Извиняюсь Дополню Да То есть Она Имеет Пределы Допустимости То есть Если Мерим Что-то В килограммах Погрешность Там Одна Тысячная Грамма То Как бы В некоторых Случах Это Допустимо То есть Затрачиваемая На измерение Энергия Существенно Меньше Чем Энергия Измеряемого Процесса Еще Массу Можно Использовать Только У поверхности Нашей планеты Вот Больше Нигде Нет Не у поверхности Нашей планеты А Если А где Вот только там Больше нигде Надо у космонавтов Спросить Когда Он Например Отталкивается Там Части В космическом Корабле Да Опять Сила Максим Опять ведь Сила Опять мы Оперируем Силой То есть Говорю Масса Вообще Понятие Ну Слабоумное Оно Оно Нигде Не применяется Вообще Причем Это Специально Выведенная Сила Отдельная Понимаете Почему Ее взяли Эту силу И отделили От Любой Другой Силы Почему Ее назвали Массой Для меня Это Ну Не загадка Понятно Пытались Мозги Запудрить Отдельной силой Зачем Ее выделили С какой Целью Ну Все Просто То есть Это же С Ньютона Началось Да Он пытался Объяснить Принципы Тяготения Объектов Между собой Когда мы Говорим Про Массу То же Самое То есть Нельзя Просто Массу Как саму По себе Говорить Да То есть Масса В отношении Чего То есть Здесь Нужна Как бы Степень Удаленности Объекта От Центра Масс Более Крупного Объекта Относительно Которого Мы эту Массу Измеряем Просто Ньютон Он Говорил Как бы В абсолютных Терминах Да Все правильно Потому что У него Масса По сути Была Неизменной А сейчас Мы знаем Что масса Она Неизменна На Одном И том Же Радиусе Да То есть Если ты Залезешь С этой Массой Там На Первую Космическую Орбиту То Оно Будет Просто Другой Но Ньютон Этого Не знал То есть Масса Понятия Относительно Есть же Эксперименты Разности Масс В смысле Влияния Друг Друга На Разности Масс Ну На Луне Проводили Этот Эксперимент Бросали На Земле Не Понял Старый Эксперимент Как бы Древний Эксперимент Влияние Разности Масс Друг На Друга А что Значит Разница Масс Что-то Не Понял Разность Масс Объем Объем И Плотность Материала И Влияние Друг На Друга Они Ну Есть Эксперимент Ковендиш На Крутильных Весах Как Да И Вообще Даже Не Крутили А Вот Именно Там Ядра На Это Максим Это Называется Крутильные Весы Он Располагал Два Объекта И Они Друг Другу Притягивались Правильно Сказать Приталкивались И Было Видно Что Они Стремятся Друг Друг Ну Если Это Есть Ну Факт Того Что Они К друг Другу Притягиваются Значит И Влияние Друг Друга Они Взяли Как Эталон Массу А Есть Что Такое Ну Да Вот Например Ломоносов В 1748 Году Написал Письмо Элеру Где Там На Пяти Страницах Латыни Он Доказал На Латыни Доказал Что Вот Эти Причины Тяготения Вот Стремление Тел Друг 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 Находится За Пределами Тел И Вот Самое Интересное Что Мы Наблюдаем Все То же Самое Что Ломоносов Мы Не Только Не В состоянии Это Дело Доказать Но Даже Воспользоваться Этим Доказательством Мы До Сих Пор Не Желаем Для того Чтобы Определить Что Один Объект Влияет Своей Массой На Другой То есть Фактически Притягивает Его Нужен Некий Третий Объект Да Грубо говоря Излучение Которого Искривляется Первыми Двумя Объектами Таким Образом Что Нам Кажется Будто Они Прилягиваются Ну Не Искривляется Изменяется Градиент Ну Тут Базовое Поле Если У него Есть Какой-то Градиент То Одна Из функций Базовое Поле Переместить Вещественный Объект Там Или Атомы Из Зоны Повышенной Напряженности В Зону Пониженной Напряженности И Вот В этом Суть И Ломанасов Первый Кто Доказал Это Понял И Доказал А Катючек Это Был Второй Кто Открыл Базовое Поле И Доказал Его Существование Собственно Других Больше И Не Было Только Ломанасов И Катючек Ну Окей Я Сейчас Просто Уже Запутался Какой Мой Вывод Должны Были Из Этого Сделать Не Ну Вывод По Массе То Что Ну Уже Мы Мы Поняли Что Масса Это Все Так Сила Да Ну Доказали Это Ну Довольно Так Просто И Эта Сила Возникает Ну Как Катючек Доказал От Взаимного Экранирования Духа Объектов От Базового Поля Просто Между ними Пониженная Напряженность И Объекты Туда Стремятся Именно В эту Зону Вот И Все Я Все Думаю То Что Нам Законы Логики Наверное Не Позволят Сделать Глоссарий Для Фундаментальной Науки Нам Задачка Попроще Не А это Уже Просто На Формулы Надо Переходить На Что На Формулы Записи Нет Нет Формулы Потом Сначала Доказываешь Формулы Это Уже Четвертый Пункт Сначала У нас Утверждение Первый Пункт Второй Пункт Это Сбор Достоверенных Проверенных Очевидных Фактов Под Первый Пункт Третий Это Доказательства Первого Пункта На основании Второго Пункта На этом У нас Фундаментальная Наука Заканчивается Если удалось Доказать Получаем Теорию А вот Четвертый Пункт Это Прикладная Наука На основании Теории Проводит Эксперименты Накладывает Математический Аппарат На зависимости Получаем Формулы Пятый Пункт Это Инженеры Берут Эти Формулы И Строят Свои Конструкции Технологии Вот Пять Пунктов Неразрывно Связанных Сверху Донизу Ну да Здесь Формулы Описывают Процессы Выявленные Тем или иным Способом Но Мы пытаемся С учетом Что есть Компьютеры Теперь Можно Много Посчитать Менее Затратно То есть С помощью Формул Открывать Новые Законы Физики А это Не совсем Правильная Последовательность Да То есть Сейчас Очень много Существует Теорий О строении Мира И прочее Которые Строятся Только на Формулах Ну и Соответственно Не являются Самодостаточными Конечно Сначала Надо доказать А потом Уже Формула То есть Формула Это символьный Метод записи Да Так же Как Символьный Метод записи Но это Метод записи И не более того Да Все правильно А У Ломоносова И Катюшечка Базовое поле Как-то есть Определение Ну Конечно Только у Ломоносова Его нет Он только догадался Что что-то есть Но он Далее не двинулся Ну не Может он и двинулся Но ничего не сохранилось У него кстати Сборник его трудов Он совсем небольшой Вот можно прочитать Там за пару дней Он даже вчитывается Ну вот я просто Как бы По логике Понял Что эталон И базовое поле Это почти одно и то же Вот я и хочу Ну Не совсем так Конечно Эталон Ты имеешь ввиду Вещественные эталоны Типа килограмма Там метра Ты это имеешь ввиду Нет Эталон Вообще Как бы Основание Логическое От чего Ты идешь От достоверных Проверенных Очевидных Фактов Больше не от чего Нет Здесь имеется ввиду Самоопределение Эталона Зачем он нужен Да То есть То есть Грубо говоря Если ты в руках Обладаешь Некой истиной То она Является Методом измерения Истинности Всех других Утверждений Неким мерилом То есть Например Да В Париже Эталон метр Лежит Платиновый И если я сейчас Приду и скажу Что Ребята А метр Это у нас На самом деле 12 сантиметров То кто-то придет С этим эталоном И Объяснит мне Что я не прав Вот зачем нужен эталон То есть Об этом был вопрос Добрый вечер Всем Я думаю Что Максим Имел ввиду Эталон Имел ввиду Что матрица То есть Программа Что Ну Какая матрица Матрица Это математический термин Максим Может ты сам скажешь Я Не вмешиваюсь В дискуссию Потому что Как бы Ну Потому что я не могу Это Сейчас здесь Как бы Сказать Потому что у меня Не сформулирована Более Как бы Обстоятельная Формула Просто по Логике Вещей И Я просто Спросил Как бы Где это Можно найти Информацию О Базовом Поле И Может У вас У самих Как бы Какие-то Были мысли Поэтому Такие Навязчивые Вопросы Я задавал Чтобы Может У кого-то Есть Какие-то Мысли По этому Поводу А Артиус На эту тему Потому что Ну Он понимает То что Я столько Уже получается Месяц Там Про это уже написано Максим У нас есть Где-то В ленте Мы пытались Вообще Вот эти первые Термины У нас понимаешь Там 10 терминов Что такое Вещество Что такое Материя Что такое Поле То есть Каждый По-своему Немножко понимает Как бы Вводить В рот Мне сначала Нужно получить Информацию Вот я ищу Сейчас в книге Катющика Определение Базового поля И пока Вот поиск Мне ничего не дал Вадим А где-то Вадим уже Вадим уже говорил По сути Про это Что Олег Я не понял Что не нашел Базовое Вот это Вселенское поле Как он его называет Определение Где-то У него Есть в книге Вот коллеги Спрашивают Да Да конечно Я что-то пока Не нашел Ну смотри Да мы эти темы Мы уже выставляли Уже описаны На самом деле Вот смотри Он определяет Сначала пространство Потом Определяет Материю Как все то Что проявляет Какие-либо Свойства Находится в пространстве И является материя Вот А потом Он Особо-то Не утруждает Себя В делении Материи По каким-то Признакам Он Ее Берет Из учебников Физики То есть Он говорит Что есть частицы Есть поле Есть вещество Но мы понимаем Что вещество Не является Отдельным видом Материи Вещество Является Следствием Наличия Вот этих Частиц Атомов Вот И Таким образом Мы приходим К тому Что у нас Всего два Вида Материи Которые Отличаются По одному Признаку Наличию Границы Поле Вид материи У которого Нет границы А частицы То есть Атом У которых Есть граница Вот собственно Вот такое Логическое Деление Произошло По видам Материи А то Откуда оно Берется Он там Доказывает Откуда оно Берется По логике Это как бы Не общее Поле А это Возникает При взаимодействии Двух типов Материи Нет Нет Оно Вот смотри Дай-то расскажу Не перебивай Поле Базовое поле Образуется Суммой Всех частных Полей Всего Вещества Всех атомов Вселенной А как это происходит У каждого объекта Есть свое частное поле Вы можете это проверить Прямо сейчас Вот вы сидите Можете встать со стула Стул к вам не прилип Вы же не провалились В стул там Или в планету Вы же Дотрагивайтесь До столешницы стола Можете руку оторвать Можете Два объекта Попробуйте соединить Друг с другом Не соедините Атомы Друг от друга Отталкиваются И довольно-таки Они терпеть не могут Друг друга То вот у каждого Атома Есть свое частное поле Которое Отталкивает Его от других Атомов Так вот Это поле Обратно Убывает Обратно Пропорционально К квадрату Расстояния А количество Вещества Растет Пропорционально Кубу Расстояния То есть получается У нас Существитель Куб А В знаменателе Квадрат В результате У нас получается Прямая такая Уходящая В бесконечность И Так как Вселенная Бесконечна То это Напряженность Базового поля Тоже равна Бесконечности Но это доказательство Вы не найдете У Катючка Это мы уже доказывали Вот эту очевидность Вот так вот Все обстоит Дело А если учесть Что Вот Что Атом Это Тоже полевой Процесс Это Олт Рассел Вот Олег Ты Когда-нибудь Я тебе все-таки Книгу Отдам Этот перевод Но ты и так Можешь Почитать Вот Рассел Обнаружил Что атом Это полевой Процесс Он конечно Не называет Поле У него там Еще пять терминов Разных Как он поле Называет Но Суть Что это Полевой Процесс При этом Атом Порождает Поле То есть это означает Что поле И атомы Находятся В взаимной Причинно-следственной Связи Невозможно Их рассматривать Отдельно Друг от друга Особенно Когда мы Рассматриваем Какие-то эффекты И когда нам 108 лет назад Просто запретили Говорить о поле И его исследовать То нас просто Кастрировали Всю науку И нас С ними Мы не можем Полноценно Мыслить А ведь На самом деле Все эффекты Происходят При взаимодействии Этих двух Видов материи И когда Мы исключаем Поле То приходится Выдумывать Разнообразные Черные дыры Там Коротовые норы Темную энергию Ну и так далее Хотя на самом деле Все очень просто И главное Без всяких Лишних сущностей Я закончил Спасибо В принципе Вот я вот Послушал Вадим Схожая На самом деле Очень Картинка Получается То есть Как я это понимаю Два вида Материи У меня то же самое То есть У меня есть Полевая материя В моем понимании То есть Мои модели Вселенной Есть тоже Два вида материи Она называется Полевая материя И полево-вещественная То есть Вот И здесь Полево-вещественная В твоем варианте Это именно Атомарные частицы А полевая Базовая поля Непрерывная По-моему Это то же самое Полевая материя Которая Как ты говоришь Непрерывная Но здесь У меня только Единственная Нестыковка Для меня Наша Вселенная И процесс Вселенной Скажем Зарождения Он Конечный Есть начало Есть Конец И вот здесь Основная Нестыковка Допустим У нас В понимании Я думаю У Катюшника Тоже У вас нету Последовательности Понимания Как вообще Зародилась Наша Вселенная То есть Дело Вот ты Возьми Ты вот возьми Один вариант Что Вселенная Зародилась Другой вариант Что она была Всегда Я Потому что Что ты под этим Подразумеваешь Пространство Было Всегда Вот Всегда Было Даже Не было Матери Безматери Пространство Пространство Будет Далее А материя Как И вот Мы Смотри Вот Подожди Вот только что Доказал Что Два вида Материи Существующих Не могут Существовать Друг без друга И вот Расскажи Как Происходит Зарождение Материи Если они Находятся Взаимные Причины Слезда Рассказываю Вадим Смотри Пространство По Катюшнику Или по По твоему Материи Термину Для меня Это Эфирная Среда То есть Это Океан Времени Или эфирная Среда Пусть будет Пространство Кто как Его называет Не важно Нам главное Понять Что это За качество Что там Вот в этой Эфирной Среде Идет Постоянное Колебание Вот этой Полевой Материи Постоянная Вибрация Постоянное Взаимодействие Определенных Полевых Структур Энергоинформационных Структур О Ну поехали Дальше Ну только что Логическое деление Прошло Получается В чем Отличие Между Энергоинформационное Ну ты должен Понять Вообще Мою логику Да нет У тебя логики Никакой Особенно Когда ты говоришь Энергоинформационное Колебание Непонятно Чего Каким образом Ну Я тебе пытаюсь Объяснить Объяснить Потому что Если мы эту разницу Не поймем Мы не поймем Что допустим Наша Вселенная Она конечна Что у нее было Начало Я про это говорю Потому что Бурлящая Пена Если бы Вселенная Была Конечная То Она бы Разлеталась Просто Ну С такой Скоростью Отличительная Она не Разлеталась Я тебе Просто На логическом Примере Отъясняю Да все Объекты Друг от друга Отталкиваются И все Находятся В равновесии А солнечная Система Это тоже Система была Это другой вопрос Это не другой Это Это тот же Самый Логический вопрос Ты Я к тебе писал Артем Я к тебе писал Ты отвечаешь Артем Ну конечно Не дал Я тебе Изначально Задал вопрос По-моему Месяц назад Ты отвечаешь Зарождение Вселенной И Зарождение Галактики Для тебя Это одно и то же Или это Разные Объекты Это фрактальные Вообще Это все Фрактально Все подобное Опять фрактально Я не знаю Что такое фрактально Зачем ты Вводишь Термин Дополнительный термин Я тебя только что спросил Это одно и то же Для тебя Или это Разные Объекты Это разные Объекты Естественно Ну наконец-то Вот замечательно Так вот да Галактика Как и атом Обладают Фазами Своего Зарождения Проявления Исчезновения И отсутствия Вот четыре фазы Но какое-то Имеет отношение К вселенной То есть ты хочешь Сказать В нашей вселенной Появляются Определенные места Где вот такие вот Галактики Зарождаются Вот галактики Они могут Зарождаться А вот вселенная Она не зарождается Да они не зарождаются Она существует Постоянно Просто находится Наша солнечная система Наша солнечная система Конкретно Существовала Всегда И будет существовать Всегда Правильно Следующий вопрос Ты понимаешь Что солнечная система И галактика Это разные объекты Ты понимаешь Да И что солнечная система Входит в галактику Да Конечно я понимаю Но я тебя По этому и справа То есть ты понимаешь Артем Артем Следующий Следующий вопрос Ты понимаешь Когда галактика Когда галактика Проходит через фазу Отсутствия То соответственно Солнечная система Тоже отсутствует Ты понимаешь это Да А ты понимаешь А ты понимаешь То есть у тебя Получается Что наш Млечный путь Существовал всегда Он не зарождался Никогда И он будет всегда Наш Млечный путь Наша галактика И в этой галактике В Млечном пути Наша солнечная система Существовала всегда И будет существовать Всегда А Нет Нет А значит Солнечная система Зарождается Я только что Тебе рассказал То есть ты все Прослушал Галактика Проходит Галактика Проходит Ты только Артем Артем Ты только что Согласился Согласился Что галактика Проходит через Четыре фазы Зарождение Проявление Существование Исчезновение И отсутствие Мы с тобой Начали Причем Причем Это Это всего лишь Фазы Существования Галактики То есть Когда она Отсутствует Когда она Отсутствует Мы Мы Просто Не регистрируем В виде Галактику Не регистрируем В виде Вот этого Диска Но ее Болевое Основание Остается Причем Здесь Ты вообще Понимаешь О чем мы говорим Конечно Понимаю Мы сейчас Проводим Логическую Цепочку Была ли Начальная Стадия Зарождение Нашей Вселенной Ты меня Снизил До Галактики Потом Мы спросили Была ли Галактика Зарождена Она была Тоже всегда Мы снизились До Солнечной Системы То есть Она когда-то Появилась А когда она Появилась Артем Мы разделили Галактику От Вселенной От Солнечной Системы Наконец-то Стали разные Объекты Для тебя Да Ты понимаешь Что Солнечная Система Является Частью Галактики Галактики Является Частью Вселенной Правильно Например Взрывы Супер Больших Звезд Которые Мы зафиксировали Показывают Нам Что Такая Ситуация Может Прозойти Допустим Когда-то В нашей Солнечной Системе Так Звезды Являются Частью Галактики Или нет Естественно Ага Ну Стало Быть Мы Сейчас Будем Говорить О звездах Да Или О галактике Это все Совокупно Понимаешь Это и есть То что Ты не можешь Понять То есть Для тебя Вселенная Была Всегда Галактики Были Всегда А как Только Отпускаемся Сюда На звезды Здесь Я тебе Я уже могу Доказать С помощью Экспериментов Что Оказывается Супер Звезды Тоже Взрываются Они Не Вечны Из чего Мы Делаем Вывод Что Любая Звезда Рано Или Поздно Она Может Зарваться У меня тоже Есть фаза Определ Жизнь После того Когда Галактика Входит В фазу Исчезновения Ну Завершается Она Проходя Через фазу Отсутствие Все звезды Исчезают Потом Начинается Опять Эта фаза Появления И существования Их Четыре фазы Я уже несколько раз Повторил Фаза Отсутствие Фаза Зарождение То есть Проявление Потом Существование А потом Исчезновение Так вот В фазе Отсутствия Никаких звезд Нет Вообще Сразу Исчезают И все Планеты Исчезают Все Исчезают Ну Вот Вот Мы и пришли Оказывается Наша Вселенная Когда-то Была Вот такой Вот Фазе Так Опять Причем Тут Вселенная Мы сейчас Галактику Обсуждали Ну Галактику Вы Сначала Вы Сначала Сначала Вы Сначала Выясните Что Вы Считаете Вселенной Потому что У вас Представления Об Вселенной Даже Разные Для меня Совокупность Галактик Грубо Совокупность Миллиардов Миллиардов Галактик Это Есть Ну К примеру А вот у меня Другое Представление Вот для меня Вселенная Это вообще Пространство Бесконечное То есть Оно Нематериальное Это пустое Пространство Ну Правильно Да Ну Правильно Мы про это Тоже Проговорили Вот Здесь оно И началось Когда Пространство Я говорю Это и есть Эфирная Среда Но когда Мы все-таки Объединяем Артем Артем Ты очень Много Говоришь Артем Ну Это Мы 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 Но Но Мы Но Мы Сейчас Блин Да Что ж Так Для тебя Солнечная Система Она Имеет Зарождение И имеет Свой Конец У тебя Все У тебя Все В кучу Вот Понимаешь Ты не умеешь Разделять Объекты Ну Вот Только Что Пришли к выводу Что да Пространство Бесконечное Оно Населено Галактиками Галактики Находятся в разных Фазах своего Существования Галактика Да Может Проявляться Исчезать Потом опять Проявляться Вместе со своими Звездами Планетами И со всем И со всем Содержимым А вот Вселенная Она существует Постоянно Потому что Брэк 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 Это Артем Вадим Короче Я могу Простой пример Привести Насчет Чатов И конференций Вот Вот эта конференция По логике Да Она Это уже Как бы Определенный Мир Вселенная Вот А Артиус Он из другого Короче Мира Прилетел И Давай свои законы Здесь Короче Выставлять Ну А у него Другое представление О Вселенной Ну Это Вот Так Вот Получается Да Он Не Может Разделить Вселенную В галактике Да Это У тебя Вадим Понимаешь Ты не можешь Вести цепочку Я тебе говорю О целом Допустим Для тебя Вселенная Это один Организм Ты скажешь Нет Это вообще Всякие Разные части Разрушенные Вот здесь Галактики Вот здесь 100 галактик Здесь висят Что-то там Торчит Что-то здесь Торчит Слушай Ну Это все Твои слова Я этого не говорил Ладно Вселенная Это просто Пространство Как вообще У тебя Функционирует Он взаимосвязан То есть Вот наша галактика Как-то взаимосвязана С другой галактикой Есть у тебя Такое Ну естественно Мы же только что Это обсуждали Все галактики Все объекты Во Вселенной Все друг к другу Отталкиваются Находятся в равновесии Ты понимаешь Находятся в равновесии Ты это слышишь Если находятся В равновесии Значит Вселенная Бесконечна Уравновешена Со всех сторон Давление Базового поля Происходит Со всех сторон Тоже бесконечное И жизнь С друг от друга Отталкивается И жизнь В налево В налево Находится Бесконечная Ну и да В принципе Есть Вадим Вадим Смотри Тут у человека Просто проблема У него в голове Бесконечность Не укладывается Он хочет У Вселенной Найти конец У которой То есть Конца нету Кого хочет Конец найти У Вселенной Понимаешь Вот что проблема Человечество Есть конец У человечества У массового человечества Хотя бы это Вы можете представить Ты имеешь ввиду Конец Границу тела Или конец чего Или временной конец Существование Человеческой цивилизации Я тебе говорю Нету Нету Рано или поздно Когда-то Наша планета Не сможет Допустим Существовать Артем Точно Не было Никакого Начала И точно Не будет Конца То есть Видимо Все это Существовало Изначально Вот я тебе Чего и говорю Это мотивистинное С тобой Различие Я пытаюсь Людям это Объяснить Все проявилось Все сразу же Уже Друг Да и воткнул В том-то и дело Не было этого То есть У тебя нету стадии Просто Твое восприятие Диктуется Понимчивостью Если бы мы говорили По раздельности Нам было бы удобнее Смотри У тебя нету Логического понимания Что Эволюционирование Материи То есть Геологические Организмы Тоже же Когда-то зародились Для этого Условия Должны создаться Очень жестко Они Зародились Не сами По себе Их Сделали Такие же Разумные Существа Как мы Совершенно верно Я знаю Это Но они Когда-то Начали Существовать Ну когда Понадобились Тогда Их И создали Вот Вот Хотя Здесь У тебя есть Понимание Что оказывается У человечества Было начало То есть Оно не просто Появилось Когда в Россию Кто-то Воскнул что-то Все проявилось Сразу же И мы здесь Проявились Такие Процесс Нескончаемые Это Очень важный Очень важный Момент Когда Вот Убиваешь Тогда У вас Не смысл Вообще То есть Получается Бесконечная Ажиза Несмысленная Понял И вот Ты Как бы Начинаешь Потом Максим Ты далеко Говоришь Тебе плохо Слышно Ну На меньше Так Извините Я объяснял Совсем Другие Процессы Это по-моему Вообще Беспредметный Разговор Поиска Конца У бесконечности Ладно Я предлагаю Все-таки С массой Закончить Там Ссылку Послал Могу Зачитать Этот пост Свой Вот Как Пример Неправильное Определение Термина Можно взять Массу Мы насчитали Около 15 Определений Массы Что противоречит Первому Правилу Логике Тождеству Должно Быть Только Одно Определение Ладно Не будем Пока На это Обращать Внимание И возьмем Определение Из Википедии Масса Скалярная Физическая Величина Определяющая Инерционные И гравитационные Свойства Тел Многоточие Окончание Пропустил Из-за Ненужного Релятивизма В нем Это источник Еще одной Ошибки Из Определения Видно Что это Родоподмененное Определение Из-за А Масса Не является величиной Величина всего 3 Количество Длина И напряженность Базового поля И Б Невозможности Влияния На абстрактную Физическую Величину Для Изменения Инерционных И гравитационных Свойств Конкретных Тел Род И видовое Отличие В определении Должны быть Связаны Причиной И следствием Далее Массу Разделяем На два Проявления Первое Инертная Масса Характеризуется Инертность Тел И фигурирует В выражении Второго Закона Ньютона Если заданная Сила В инерционной Системе Отчет Одинаково Ускоряет Различные Тела Им приписывают Одинаковую Инертную Массу И второе Гравитационная Масса Пассивная И активная Показывает С какой силой Тело В взаимодействии С внешними Полями Тяготения И какое Гравитационное Поле Создает Само Это тело Она Входит В закон Всемирного Тяготения И положена В основу Измерения Массы Взвешивания В обоих Определениях Отсутствует Рот И масса Выраженная Через свойства Тела То есть Исключена Возможность Влияния На массу Разве С такой Физикой Возможны Альтернативные Способы Перемещения Теперь Пример Как правильно Дать Определение Масси Хотя Это понятие Термин В новой Физике Не нужны Сейчас Поймете Почему Находим Наименьший Знаменатель Для всех Проявлений Массы Во всех Случаях Измеряем Массу Каким Динамометром Динамометр Измеряет Силу Ставит Масса Это сила Рот Нашли Теперь Находим Видовое Отличие В каких Случаях Происходит Возникновение Этой силы Этой силы Возникает Всегда В случаях Вывода Из Атомов Тела Который Тренирует Базовое Поле Определенным Способом И создают Градиент Напряженности Базового Поля Всегда Разным В зависимости От способа Вывода И равновесия В нашем Случае Градиент Базового Поля Получен Статичным Экранированием Если Было бы Иначе То показания Динамометра Колебались И он Показал Разные Значения В одном Месте Что Вызвало Статичное Экранирование Поднимаем Наш Динамометр Развешиваем Телом Над планетой И видим Что показания Уменьшаются Это означает Что экранирование Происходит От планеты Другого Вещественного Тела Нашли Видовое Отличие Теперь Правильное Определение Масса Это сила Возникает Что от Экранирования Базового Поля Другим Вещественным Объектом Направлены К экрану Такое Определение Дает возможность Управлять Массой Меняя экран И получаем Разную Массу Силу Ну вот вопрос Так зачем Ввели Дополнительный Термин Для силы Все Закончил Это прям Как раз Пример Как пользоваться Логикой И теми Инструментами Которые Мы вот Только что Обрили Это в пятом В пятой И шестой Главе Учебника Вадим Вопрос А не является То что Считается Массой На самом Деле Магнетизмом Нет Масса Прежде всего Это все Таки Сила А магнетизм Да Это одно Из проявлений Этой Силы И принципиально Чем Отличается Ну Вот пример Хороший Вот Представляете Да Объем Планеты Ну 12 тысяч Километров В диаметре А экранирует Среднее тело Человека Всего Ну Примерно 80 килограмм Да При этом Неодимовый магнит Можно положить В карман А экранируют Металлические Предметы На более чем Ну Сотни килограмм Представляете Разница Неодимового магнита И Планеты И вот вопрос Владимир В чем У них Разница В чем Принципиальная Разница Между Неодимовым Магнитом И Планетой Понимаешь Я не нахожусь В этой парадигме Я Я У Вестника Спросил Володь Я У Владимира Вестника Спросил Это он Мне Возду Тут Во-первых Не соизменив Алло Пропал Имеют Силы У планеты Так сказать Я не знаю Как бы Плотность В общем Принципиально Совместная Плотность Так сказать Сжатой Материи Которая Способна Создавать В совокупности То есть Электромагнитное Поле Которое Способно Притягивать Даже Так сказать Те вещества Которые Так сказать В маленьких Количествах Не Примагничиваются Хотя Электростатика Есть такая вещь Как электростатика То есть Это то же самое Волось Волось Давай Я тебе перебью Ты просто Не Подожди Ты Ответь Односложно В чем Разница Между Неодимым Магнитом И планетой Волос Сам по себе Он же К металлической Магнитом Не Примагничивается Хотя Он может Неликторизоваться И иметь Магнитные Свойства Ну Так В чем Разница Вот В чем У них Принципиально Отлич Чем Они Отличаются Так А Что Под массой Подразвивается Тогда Я Про массу Вообще Не говорил Ничего Чем Отличается Планета От Неодимого Магнита Нет Подождите Вот Самый Мой Первый Самый Один Вопрос Они Вот Смотри Володь Давай На ты Самое Подождите Самое Главное Мы Сейчас Запутаемся Самый Мой Первый Вопрос Нет 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 Ну Нет Я Стал Объяснять Чем Они Принципиально Отличаются И Подвожу К этой Сути И Тот И Другой Объекты Обладают Способностью Притягивать Тела На самом деле Не притягивать Конечно Приталкивать Но Они Тела Стремятся Другому Например Тело Человека Стремится К Середине Планеты Тот же Самый Магнит К нему Стремятся Объекты Состоящие Из Железа Или Никель Ближайших Металлов Точно Так же У них Одинаковые Проявления Вот этого Эффекта Ну Принципиально Чем Они Отличаются Почему Этот Магнит Маленький А Силу Имеет Большую Чем Такая Гигантская Планета Ну Чем Они Принципиально Отличаются Так я Вы Помните Изначально Мой Вопрос Я Я Спросил Я Говорю Масса Вообще Не Пропал Вообще Ломоносов Килограмм Это Вообще Он Применил Такой Способ Доказательства Ну Прочитай Внимательно Да Я тебе Уже Я тебе Говорю Как он Это Понимает Сравнением Магнит Живон Только Железо Ну Вот Это Кристаллическое Ну Правильно Ну Какая Равенция Силы Возникают Те же Самые Не Сила Да Она И там И там То есть Мы Одну Силу Взять Ну Максим Ну Раз Не можете Ответ Ответ Простой Просто У магнита Атомы Специальным Образум Выведены Из равновесия Причем Их Наибольшее Количество То есть Понимаете Если мы Выводим Атомы Из равновесия Проявляется Какой-то Особый Эффект И Собственно Все Эффекты Которые Мы Наблюдаем Они Все Происходят От Выведенной Из равновесия Атома Тем Или Другим Способом Ну Это Уже Вообще Какая Как Бы Ответ Это Я не Услышал Как Вообще Магниты Делают Хоть Вадим Вы Понимаете Понимаешь Как Магниты Делают Максим Что Конечно Понимаю Знаю Максим Максим А какой Вопрос Какой Ответ Ты Хотел На Какой Вопрос Я Тогда Значит Не Понял Максим Вадим 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 Объясни Объясни Людям Как Вообще Магнит Появляется Такое Ощущение Что Ты Не Понимаешь Вообще Что такое Магнит Как Берут Болванку Металлическую Что С ней Делают Вообще Максим Блин От кого Звук Идет Непонятно Максим Прием Вадим Вопрос Некорректный Поэтому Ответ Отсутствует Чем Отличается Человек От планеты И Начинаешь Сравнив Какое-то Притяжение Агнита И металлов Это Вообще Просто Некорректно Как Сравнение Человек От планеты Принципиально Ничем Не Отличается Из Тих Самых Атомов Естественно Нет Только Ты Должен Понимать И То же Самое Ты Не Слышишь О чем Говорят Ты Пропускаешь Мимо Ше И Тоже Самый Неодимовый Магнит Он Тоже Создан Из Тех Самых Химических Элементов Что и Планета А разница Состоит Только в Одном В том Что у Магнита Атомы Выведены Из Равновесия Атомы Железа Не Из-за 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 Только Из-за 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 Можно Мне Сказать Мой Вариант Можно Говори Говори Металлическую Болванку Берут И пропускают Через Ток Запускают Туда Электричество И после Того Это Становится Магнитом А ты Рассказываешь Ситуацию Что Этот Магнит Состоит Только Тогда Когда Что мы Там Сап Делаем Какое Это Отношение К Результату Что Туда Запускают Что Туда Гномиков Запускают Ну Не Важно Какая Разница Что Мы Туда Запускали Для Понимания Это Ничего Для Понимания Артем Это Ничего Не Дает А Понимание Дает Эффект Который Мы Видим Эффект Составит В том Что Существует Сила И Вот Вопрос Сила Которая Приталкивает Два Объекта Друг Другу И В том И В другом Суще Это Разность Плотностей Называется Разность Плотностей Плотностей Чего Электрического Поля Электрических Зарядов Все Сводится К тому Ну Тебе Надо Будет Определиться Что Электрическое Поле Что Такое Электрические Заряды Это Очень Элементарно И И Главное Как Это Дает Возможность Отличить Один Эффект От Другого Эффекта Хотя Привой У них Одинаковые Куска Магнит У куска Магнита Есть Плотность Она Притягивается Так же Вес Есть У него Он же Не Становится Больше После того Как Через него Пропустили Ток То есть Он Какой Был Такой Остался Вес Вес У него Все То есть Есть Он Обладает Уже Такими Свойствами Как Притягивание Кто Максим Просто Речь Речь О чем Зашла То есть Вот этот Вес Или Масса Чем Называется На самом Деле То есть Это И Есть Свойство Притягивания Понимаешь Просто Это По отношению К земле То есть Сила Притяжения К земле Подразвивается Под массой В данном Случае Вот о чем Речь Забыла Как глухой Телефон Не Бог Мы Вообще Ребята Не Понимаем Друг Друг Кто О чем Своё Пытается Доказать Максим Выходит Проговорит Про своё Про какие-то Магниты Естественный Магнит Где вы в природе Видите Объясните Скажите мне Как появляется Вообще Магнит Вот Вадим Не понимает Может кто-то Знает Расскажите Ну Человечество Не зря Просто Магнит Нашло Метеорит Артём Любит Переключаться На темы Которые Уводят О сути Какая Разница Как мы Получаем Магнит Мы Сейчас Будем Рассказывать Те Технологии Изготовления Магнитов Ну Глупейшее Занятие Ну Хочешь Если Не знаешь Как делаются Магниты Прочитаю В интернете Ты запутал Всех уже Вообще Запутал То есть Для тебя Магниты Вообще Как ты там Сказал Что Слушай Ну Хорош фантазировать Но Артём Ну ты Каждое 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 Заседание В балаган Приводишь Сразу Ну Какая Разница Как Магниты Изготовляются Ну Как Это Может Повлиять Например На Вывод Того Что Чем Отличаются Стремления Тел К Магниту Или К Планете Ты Начнёшь Понимать Как Это Может Помочь Вот Расскажи Вот Ты Расскажи Вот Ты В детстве Писался Совсем Писался В постель Да А Как Это Может Повлиять Например На Твое Представление О Вселенной Ну Как Как Был Сделан Этот Магнит Ну Сделан Магнит Есть Эффект Мы Затексировали Эффект Ну Зачем Ты Водишь В сторону Разговор Чтоб Ты Понимал Вообще Что Массы Нет Что Есть Только Разница Плотностей Я Тебе Про Этих Говорил Я Не Понимаю Что Так Разные Плотности А То Что Масса Есть Сила Это Мне Вполне Понятно Ну Сила Она Происходит От Того Что Допустим В одной Плотности Электрическое Поле Меньше В другой Плотности Какой Плотности Где Это Электриче Плотность Заряда Хорошо Давай Рассказывай Что Такой Заряд Берем Элементарный Пример Тот же Лом Нет Нет Это Мы Прошли Нет 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 Стоп Опять Какое Доброе Мы Пятую Главу Только Что Прошли Вот Мы Уже Шестую Начали Еще Раз Ты Прочитай Побыстреньку И посмотри Как даются Определения Не надо Рассказывать Про Японских Летчиков Какого Катючика Там Еще Ты Просто Доделение Породу Заряд Это Следствие Вещества Следствие Вещества Род У тебя Следствие Да Какой Род Род У тебя Род Я тебе Объясняю Вообще Столько Электричествен Заряд Определение Дают Породу Определение Дают Породу Определение Дают Породу И Видовым Отличием То есть Ты не понимаешь И этого Тоже Что такое Электричество Ты тоже Не понимаешь Определение Что такое Магнит Ты тоже Не понимаешь Определение Дают Породу И Видовым Отличием Сформулируют Что такое Заряд Только Не надо Рассказывать Метафорически Род Видовые Отличия Последствия Взаимодействия Вещества Значит так У тебя Значит у тебя Род Это Последствия А Видовое Отличие Это Взаимодействие Вещества Ну это Ты можешь Себе Расписывать Бумаги Как хочешь Я тебе Просто Объясняю Как это Вообще На экспериментальном Происходит То есть Ты берешь Два диска Начинаешь И в этот Момент У тебя Появляется И свет И звук И ток Все Вот все Твои Вот эти Свойства Которые Ты ищешь И магнетизм Тоже Появляется Причем Причем Когда появляется Электрическое поле Тут же Появляется Магнетизм Потому что Это свойство Электрического поля Вот и все Все очень просто А как ты хотел Очень просто Да Это все так тяжело И туго что ли Это все просто Элементарно А Дальше Если мы будем Вводить То нам В принципе Вот это и надо Понимать Чтобы получить Электричество Бесплатно Вот и все И никаких фантазий А про бесконечность Вселенной Это конечно Уже можно Диспутировать Скажем Потому что Там тоже Есть глубокий Свой философский Вопрос Почему это Надо ответить Так что Магнит Появляется Тогда Когда ты Электрический ток Пропускаешь Через болванку Металлическую И вот когда Электрический ток Туда загнал Вот в тот момент У тебя появился Магнетизм А до этого Это просто металл Который То есть Увеличил Такое понятие Как домены Слышали Что-нибудь Увеличил Потенциал Заряда Он заряд Заряд Туда ушел Заряд В ряд Стоят А он Заряд Совершенно Совершенно верно Совершенно верно Это видно Только на На примере По Рыбникову На его таблице Что такое Заряд То есть Есть ряд А то что За этим рядом Вот это и есть Заряд То есть Тот потенциальный Скажем Частица Которая будет Взаимодействовать Ну это Образно Все Ну по крайней мере Это У тебя Уровень Мышления Метафорический Это самый нижний Уровень Мышления Ты еще Сказку Какую-нибудь Расскажи Взял Делал Генератор И все Вот вам Тебе электричество Вот просто Через тренинг Надо изучать Ну ладно Артем Все соглашаются Артем Ну все Все ясно Хорошо Хорошо Думай Как ты хочешь Мы все-таки Логикой занимаемся И пытаемся Понять Как все устроено И вывести Истину Ты можешь Так думать Ради бога Ты вон Вообще Не присутствуешь На занятиях Пятую главу Вообще Пропустил Мимо Ладно Мне вообще Скоро уходить Николай 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 даже Об этом Всегда И пишет То что Есть игра И ты должен Правила игры Это принять Если ты не принимаешь Правила этой игры То ты уже Как бы Отсутствующий человек Ну Тебя Нет То есть Здесь Сформировался Как бы Определенный Устав Есть устав И отношения И Принятие Каких-то Определенных Правил Но Артем Как всегда Приходит И начинает Все Разрушать Немножко Огонька Приношу Вам Вашу встречу Друзья Я ничего не хочу Разрушить Огонек Это Бардак Ты Время Просто Тратишь Наше Понимаешь Хотя Кое-какие Вещи У тебя Там Ну Мыслишь Правильным Направлением Но Применяешь Термины И Непонятные И У тебя У тебя Мышление Просто Нелогичное Перескакиваешь Одного До Другого Ну Неправильно Это Мы же Это И начали Учимик Логики Изучать Чтобы У тебя Все было Нормально В голове Тут По-моему Имеет Место Подмена То есть Огоньком Называется Так Сказать Формирование Так Сказать Беспокойство Людей Вообще На самом деле Гавах Да бывает Ну Ну Ладно Ну Какие-нибудь Там Вопросы Есть В общем-то Все что Надо Уже Рассказал И пример Привел Тут И как Правильно Давать Определение И Наконец Мы Следующий Инструмент Изучили Это Логическое Деление Там Еще Будет Несколько Инструментов После Этого Можно Будет Инспектировать На Предмет Правильности Разные Посты Особенно В эфире Динамики От Суховского Там Чуть ли не Каждый Пост Это Кладезь Ошибок Которые Можно Разбирать С помощью Логики Ну Потренируемся Там Володь Севенков Есть Что Сказать Вот Наверное Имело Смысл Акцентировать Внимание Присутствующих На том Что На занятиях Логикой Лучше Заниматься Только Логикой А не Физикой Вот Потому Как Физика Вещь Темная Достаточно На сегодняшний момент И как Показало Наше Сегодняшнее Заседание Вызывает Много Эмоций В аудитории По этой Причине Ну Мы Физику Взяли Как Примеры Животрепещущие Тем более Тут В физике Очень много Ошибок Современной И Вот Как раз Мы же Для этого И стали Логику Изучать Чтобы Физику Опять Сделать Наукой А то А то Она Сейчас Не Не Отношение К Науке И Не Изучают Реальный Мир Ну Вот Похоже Что Лучше Не на физике А на кошках Пока Тренироваться В логике Да И Как Ребенку Объяснить Различия Например В литиевых Аккумуляторах Различия Они Отличаются И Поэтому Вы Наверное Чуть-чуть Стадию Моего Объяснения Услышали Поэтому Здравствуйте Я первый раз В чате А что Вообще За чат Ну Логикой Занимаемся По средам Изучаем Логику По учебнику Челпанова Сегодня Шестая Глава Была А кто Говорит Крымчане А Понял А Эфир Существует? Что Что Эфир Существует? Ну Что Под этим Подразумевается Я могу Просто Хронологию Рассказать До 1915 Года Эфир Никто Не Определял Но В каждом Учебнике Физике Было Написано Что Все Электрические Эффекты Имеют Единое Основание Это Эфир После 1915 Года Сразу После Публикования Общей теории Относительности Эйнштейна Про Эфир Было Запрещено Говорить И В научной Среде Но Негласно Было Разрешено Упоминать Эфир Как частицы Как Карпускулы Чем Многие Воспользовались Например Цуховский Вот И В 1748 Году Ломоносов В письме Своем Элеру Доказал Что Причина Сил Притяжения Находится За пределами Тел Вот А В 2009 Году Катющик Выпустил Свою Монографию Где Доказал Существование Базового Поля По сути Он его Открыл И доказал Его существование На основании Научного Метода И Вот Теперь Можно Говорить Об эфире Как о поле Ну Поле Вполне Определенный Термин Физики Но Никто Не определял Что это Такое И вот Катючек Наконец-то Это сделал И теперь У нас есть Вадим Извини Уточнить То есть Эфир То есть По твоему Это Так сказать Торсионное поле То что называется Нет Ну при чем тут Торсионное Просто поле Базовое поле Которое Образовано Суммой Частных полей Всех Атомов Вселенной Всего Вщества Вселенной Ну понятно Торсионное поле Так это и есть Торсионное поле Тор Это и есть Торсионные поля Просто Вадим Не знает У него есть только Базовое поле И все Есть только одно Понятие А мы все говорим Об одном и том же Как бы вы это Называли Когда вы это Поймете Вам просто Кто-то в уши Надул термин И вы его Пользуете Не вникая В суть Что значит Торсионное Вращающееся Да Где у Катюшка Про вращающееся поле Не про что Мало того У поля Вообще Нет этого Этого Признака Который бы Оно могло Вращаться У него Нет Такого Свойства Тогда У меня К вам Сразу вопрос У галактики Есть свое Торсионное поле Я не знаю Что такое Торсионное Торсионное Вращающееся Вы не понимаете В принципе Вообще Что это Владимир Торсионное Переведи На русский язык Вращающийся Так вот Я тебе говорю Что в поле Это не просто У поля Нет такого Свойства У поля Нет свойства Которым бы Оно Могло Вращаться У поля Есть только Одно Свойство Напряженность Больше Ничего Нет Может Изменяться Напряженность И это Будет тебе Казаться Что Оно Вращается А просто Будет Изменяться Напряженность Нет Может быть Градиент Напряженность Градиент Напряженность Это разница Напряженности В двух Точках Пространства Во-первых Это не просто Вращение А она там Трехмерное Вращение То есть По осям Понимаете Ну это Ошибочно Короче Внутреннее Перетекает Во внешнее И внешнее Перетекает Во внутреннее Что Что Перетекает Подождите Да подождите Энергия Какая еще Энергия Силовые Поля Силовые Поля Не есть Энергия Я же только что В самом начале Рассказывал Отдал определение Что такое Энергия И опять Снова Здорово Энергия Это Срава Энергия Ваше Слово Ваше Слово Это что Истина В последней Инстанции Что ли Или как Пока Ты не сможешь Оспорить Естественно Оспорить Сможешь Только на основании Логики Ну Приходи Изучай Вадим Ну понимаешь Если ты рогами Упрешься Тебе бесполезно Вообще доказывать Нет Неправда Неправда Если ты Если ты Аргументируешь Если ты Аргументируешь Нет Да бесполезно Нет Ну Прочитай Первый Учебник Логики Учебника Логики Прочитай Там написано Как доказывать Что такое Доказывать Да не таратурь Вот бы передача Была Если ты Амбиции Ставишь Выше Истины Тебе хоть Доказывайся Хоть Лопни Блин Так Хорошо Зачитываю Из первой Главы Учебника Логики Посредственное Знание Доказывается Делается Убедительным Очевидным При помощи Знаний Непосредственных Этот последний Процесс Называется Доказательством Ну давай Ты же просто Утверждаешь Хорошо Вот смотри Чтобы не тратить Время людей И наши с тобой Лишний раз Залезь на ютуб И набери В поиске Процветание Фильм Вот его посмотри Ты поймешь Что я хотел сказать Так Ну так Не делаются Доказательства Я не буду Ничего смотреть Я подожду Вот смотри В ютуб Залезь Вот залезь Прямо сейчас Ну я не буду У меня нет Этого времени Давай так Если ты Сможешь В двух словах Ну в трех словах Доказать Хорошо Короче Смотри Проще Я сейчас Я сейчас ссылку тебе Скину просто Вот и все В чат Зачем Чтоб ты понял О чем речь Потому что на это Много уйдет времени Я его тратить не хочу Ну я тоже не хочу Ты понять хочешь Или нет Да я уже давно Все понял Володь Все тогда Вообще Разговорить не о чем Ну как Нечему У тебя есть конкретный Объект Ты говоришь Энергия это одно Я говорю другое Я тебе могу доказать И начал доказывать Ты игнорируешь Эти доводы У поля Есть только Одно свойство Это напряженность Напряженность Не дает Возможность Чему-либо Вращаться Понимаешь При этом ты говоришь Что поле Турсионное Значит вращающийся Поле не может Вращаться Поле может Изменяться напряженность Хорошо Напряжение Причем это Очевидный факт Что у поля Есть только одно Одно Свойство Что делает Это напряжение Какое напряжение Напряженность А не напряжение Напряженность Напряженность Она что делает Ничего не делает Что Причем Ты имеешь ввиду Функции поля Я не могу Рассказывать Функции поля Они тоже очевидны Нет Я спрашиваю тебя Ты говоришь Напряженность Я спрашиваю Ее функции Что она делает Эта напряженность Функции поля Ты хочешь узнать Я расскажу Сейчас тебе Функции поля Блин Да что такое это Я говорю То что ты называешь Напряженностью Что оно делает Что она напрягает Ты хочешь узнать функции поля? Напряженности, то, что ты называешь, что ты называешь напряженностью, ответь мне. Я так понимаю, ты меня не слышишь. Смотри, у поля есть функция. Я его права, что он не проверен. Нет, это просто, что ты хочешь услышать. Ты произнес понятие напряженности. Я тебя спрашиваю, это про что? Что такое напряженность? Так, еще раз. У поля есть функция. Самая первая функция – это сохранение едиными законам физики во всей Вселенной. Следующая функция – это перемещение вещественных объектов, в том числе атомов, из зон повышенной напряженности в зоны пониженной напряженности. Да что такое напряженность? Ты мне ответишь? Нет. И это свойство поля. У поля есть свойства, есть функции. Короче, то, что ты называешь напряженностью, не можешь объяснить. Я же тебе только что рассказал, объяснил. И еще одна из функций поля – это моментальное выравнивание своей напряженности. Вот и все. О, блин, беда. Все, ладно, бесполезно. Ладно, все, у меня уже больше нет времени. Надо собираться. Завершаем. А эфир как-то с богом связан? Я считаю, это и есть бог. Вообще, это, в смысле, так сказать, принцип бесконечного развития, вот то, что рисуется как свастика, сам по себе принцип – это и есть бог. Он нематериален вообще. Он управляет материей. Точнее, то, что мы считаем материей вообще. Спасибо. Вот для меня это, в принципе, это и есть торсионное поле, которое работает вообще на всех уровнях вообще мироздания. Все эти и молекулы, и планеты, и атомы, и галактики. Везде работает один и тот же принцип. Вот вам и везде сущность бога. Что, наверное, запись выключать, да, или что? Ну, запись можно выключить. Если все уже обсуждения нет никаких. Не, ну, под запись просто, что обсуждений, может, нет. Так, какие-то есть. Я так понял, что обсуждения были с этим, Вадимом Жутко. Не, я имею в виду под запись. Ну, записи, наверное, тушу. Так, наверное, а что? Зачем молчание записывать? Таша, привет, а ты что тут делаешь? Привет, а что, мне нельзя? Нет. Да не, можно, я просто первый раз сюда зашел. Вот буквально минут пять назад. И потом ты зашла. Да и я, может быть, не первая, я не помню точно. Может, уже была когда-нибудь. Прыгаешь, скачешь там. Везде, да, есть-то, короче? Не везде. У меня всегда десять чатов. Если появляется еще какой-то, я где-то удаляюсь. У меня лимит. А кто установил? Ты сама установила? Да, я сама установила. Ровно десять чатов. Если мне присылают ссылку, и она мне интересна, я добавилась, и я хочу остаться, значит, я ищу, какой я удаляю из тех, что у меня уже есть. Обязательно. Я отлучился ненадолго. Познакомились? Те? Ну, мы с Ташей в другом месте познакомились. Ага. Я как модератор чата Мял, я открываю такие темы, и их можно всегда обсуждать. Но сегодня у нас логика была. Каждую среду это на основном чате. И поэтому для обсуждения каких-то определенных смыслов мы можем также делать конференции и обсуждать что-то. Я женщина, откуда у меня логика? Вы что, шутите, что ли? Не, ну, понятно. И поэтому мы говорим обо всем. Мы говорим обо всем. Я не утверждаю никогда в определенных подчатах о своем мировоззрении. Могу просто сказать, что я ищу как бы логические объяснения для того, чтобы они как бы совпали с моим мировоззрением. Например, то, что есть разум не то, что он принадлежит кому-то лично, человеку там или группы людей. А это как единое поле. Разум это как единое поле. И по нему вся природа построена в разумном его воплощении. Вот так. И я не утверждаю, потому что логически наука, она как бы официальная наука, она не может это еще пока утвердить. пример простой, даже снежинка. Простая снежинка, которая имеет свою форму определенную. определенную. И она развивается, у нее видно, как древообразные ветви отвлечаются от определенной, от одной, от центра, от точки. Этого тоже никто не может объяснить, почему так происходит. Ну, как бы официально наука говорит, это из-за того, что у нас есть электронные облака у определенных атомов, например, кислорода и водорода. И при соединении они образуют определенный узор. Но мы знаем, то, что снежинка, она никогда не бывает одинаковой. Так же, как и люди, не могут быть одинаковыми. А здесь уже открывается очень большая философская тема про миры, которые есть в каждом. мировоззрение человека, как он наблюдатель тот же. И так далее. Это получается, что, то есть, если про снежинку говорить, то есть в капле воды, если формируется определенный образ кристаллической решетки, просто именно вот этот образ начинает развиваться, выстраивая, так сказать, индивидуальную структуру. Ну, там еще взаимодействие среды, взаимодействие все равно среда тоже может на это влиять. Это не значит... Внутреннее, внешнее условие. Внутреннее, внешнее условие, да, и кристалл, он как бы так и образуется то, что от среды и внутреннего содержания. Ну, это к тебе, к тебе как раз, Владимир, да. У тебя же проект это кристалл. Ну, да. Ну, да, что-то есть вообще. И поэтому мы открываем такие вообще с официальной наукой как бы даже психология там с психологией связанной человеческие мировоззрения, человеческое мировоззрение и насколько мировоззрение мировоззрение Продолжение следует...